Исходя вот из того сухого остатка, из той материального базиса, из того фактологического базиса, который мы имеем, несколько видео, мы имеем несколько комментариев с российской стороны, мы имеем несколько комментариев с украинской стороны. Какой версии произошедшего склоняетесь вы? Версии именно подрыва грузовика, она самая логичная прежде всего тем, что она решает главный вопрос, то есть доставки достаточного количества взрывчатого вещества. В свое время много раз говорилось, и мы с вами в свое время еще в июле говорили о том, что у Украины сейчас нет ракет или других средств воздушного нападения, которые могут доставить достаточное количество взрывчатого вещества к Крымскому мосту, настолько, чтобы удар был действительно серьезным, помимо какого-то пропагандистского эффекта. Видимо, было решено, что раз такое количество взрывчатого вещества не может долететь, оно может доехать. Поэтому, видимо, была организована операция по доставке большого количества взрывчатого вещества на грузовике. Вопрос там по видео, остаются еще вопросы насчет поезда, который был взорван одновременно, либо его подловили грузовиком, либо его аналлельно взорвали отдельно. Это, разумеется, еще будет выяснено, но пока была решена таким образом логистическая, скажем так, проблема именно доставки большого количества взрывчатого. То есть, это, в принципе, наиболее логичное объяснение произошедшего на данный момент. То есть, по механике ясно. Взрывчатка была доставлена грузовиком, был совершен подрыв. Пока неизвестна судьба водителя грузовика, но мы вполне можем предполагать об этом. Также неизвестна судьба пассажиров легкового автомобиля, который ехал вслед за этим грузовиком. Конечно, остается много вопросов к службам в контроле, которые досматривают или должны досматривать и должны проверять грузовики, которые выходят на арку Крымского моста. Касательно организаторов. Называется несколько версий. И у нас в чате сейчас активная дискуссия происходит, и мы сегодня об этом и редакционный вопрос дня поставили перед нашими зрителями. Дискутируется вопрос о спецоперации вооруженных сил Украины или украинских спецслужб. По крайней мере, украинское издание «Украинская правда» по собственным источникам в украинских силовых ведомствах утверждает, что СБУ может быть причастна к организации. В то же самое время высказываются предположения в телеграм-каналах о том, что это может быть провокация Федеральной службы безопасности России, подобная той, которая была совершена накануне. Накануне во второй Чеченской войне, когда необходимо было легитимизировать вторжение, свое очередное вторжение в Чечню и легитимизировать контртеррористическую операцию. Были организованы взрывы в домах, мы помним, на Каширке и так далее. Ну и называются еще версии о том, что крымские власти непосредственно могли быть также заинтересованы в организации подобного. Ну и там идут разветвления версий. Касательно организаторов, есть ли у вас соображения на это, что дают? Ну тут, разумеется, знают только организаторы. Насчет того, что это провокация, политически невозможно, но не факт, что для этого выбрали бы именно 30-90, потому что одно дело принести какие-то, что называется, сакральные жертвы ради того, чтобы оправдать войну, контртеррористическую операцию и так далее по типу второй Чеченской, и другое дело подрывать жизненно необходимый именно для себя Крымский мост. Это Брэдленд. Те же жилые дома и прочее, если говорить холодно, то властям ничем не мешает в плане ведения войны. И здесь, для того, чтобы оправдать войну, взрывать собственную главную транспортную артерию, которая помогает вести эту войну, это несколько сложнее предположить. Война есть война, если это действительно спецоперация, то, разумеется, скорее это украинская спецоперация, чем право. А если говорить о подобном, как о возможном поводе для применения ядерного оружия, по крайней мере, тактического, как вам видится подобная перспектива? В любом случае, разумеется, какую-то эскалацию это должно вызвать, потому что, кроме чисто практического значения, как транспортной артерии, всем понятно, что крымский мост – это настолько большой символ, что подрыв его не может не быть болезненно воспринят российским руководством. Понятно, что какая-то эскалация будет, возможно, в виде усиления ударов по украинской инфраструктуре. Насчет тактического ядерного оружия, в принципе, любая эскалация повышает шансы на его использование. Но не факт, что она конкретно до этого доведет. В принципе, зависит от того, принято ли вообще принципиальное решение его использования. Если, допустим, оно принято, при таких-то обстоятельствах мы используем, то это, разумеется, может подвинуть. Пока не факт, что это само по себе подвинет к чему-то принципиальному. Но, разумеется, здесь мы говорим не о возможностях, а о мерениях. Как известно, голова предмет темной исследования не подлежит. Это ответ на этот вопрос исключительно в голове Путина. Поэтому сказать, что, разумеется, в ходе. Ну вот, Следственный комитет России заявил о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Я так подбрасываю свежие информации к обсуждению. Цитирую. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших, мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Как повлияют сегодняшние события в целом на диспозицию сил в российско-украинской войне и на ход ближайших боевых действий, уже называются с украинской стороны прогнозы о том, что, по сути, подрыв важной логистической магистрали может вызвать существенный дефицит топлива как на Крымском полуострове, так и, соответственно, у херсонской группировки, которая подпитывалась из Крыма. Ну и, по сути, это может стать определенной прелюдией для продолжения масштабной контратаки и для взятия Херсона. Как вы оцениваете такие прогнозы? – Разумеется, на ближайшее время, пока движение по мосту перекрыто полностью, потом оно будет ограничено. Разумеется, это резко ухудшает возможности по снабжению южной группировки. Понятно, что они постараются перебрасывать снабжение через восток, но, разумеется, это гораздо сложнее. Кроме того, ветки заняты без этого. Разумеется, это ослабляет возможности, как минимум, южной группировки в плане логистики. Пока неизвестно, действительно ли оно приведет к полному краху снабжения. Это зависит от того, как быстро будет установлено сообщение через Крымский мост. Но на ближайшее время, несомненно, это резко ухудшает положение южной группировки в плане логистики. Если говорить о промежуточных оценках, которые можно давать, мы помним, насколько серьезная многоэшелонированная оборона была задекларирована российским правительством в отношении Крымского моста и Крымского полуострова. В частности, мы помним все подобные материалы и подобную графику. Мы видим, что не только на воде Крымский мост охранялся и охраняется даже под водой, над водой в воздухе и даже силами военно-космического флота России, военно-космических сил. Ну и кроме, конечно, привычных уже комплексов противовоздушной обороны, видим и Бастион, и С-400, и так далее, и так далее. Мы видим, что по сути таким достаточно интересным, новым, нестандартным методом все-таки удалось организаторам этого взрыва, давайте пока так говорить аккуратно, потому что напрямую Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее, но мы видим, что, по крайней мере, украинский политический эстеблишмент высказывает удовлетворение происходящим, и мы можем так, ссылаясь на источники, говорить пока очень аккуратно о том, что были ли организаторами этого взрыва СБУ и так далее. Удалось, по сути, прорвать вот такую цепочку многоэшелонированной классической обороны, ну вот путем подобного. После этого, как вам кажется, могут ли последовать определенные кадровые оценки в аппарате оборонного ведомства, в аппарате, возможно, контрразведывательной работы и по линии ФСБ, по линии ГРУ? И насколько, есть ли у вас ощущение того, насколько это может стать политическим поражением для Кремля, то, что сегодня произошло? Ну, если, естественно, кадровые спроси, мы не знаем, что это противного и противного, разумеется данным, что это не трепетом, потому что это не было трепетическим поражением. Здесь, я уже сказал, решили, раз оно не может долететь, оно может доехать. Это непонятно, что тот, сначала за проверки, тот ответит. В плане политическим зависит от того, в первую очередь, какой будет ответ. Как мы видим, по-другим, в плане, где у всех телеграммных каналов требуют от российского правительства, кто-то крутого, говоря, ставить ответы на это. Возможно, это будет зависеть и дальнейшее политическое развитие. Если будет один ответ, российская общество воспринимает это так. Если это будет другого ответа, то можно говорить, что это приведет к министративному режиму. Понятно, что это удар по крупному ментину, удар по престижу. Пока мы еще в процессе развития событий, до результата у нас все пока не будет. Давид, если подтвердится версия о том, что организаторами этого взрыва являются вооруженные силы Украины и украинские спецслужбы, как кажется вам, как отреагирует на этот факт Запад? Насколько на Западе есть консенсус относительно того, что Украина может легитимно наносить удары по объектам в Крыму и в своей экономической территориальной зоне? В принципе, не конкретно про Крымский мост, возможно, но в целом уже были высказывания и в Соединенных Штатах, и в других странах, в том плане, что территория Крыма и Украина может вести это и его действие. Конкретно про Крымский мост мы, возможно, еще услышим такие заявления, но в целом, как мы видели до сих пор, действуем конкретно против Крыма, если можно так сказать, на Западе относятся, в ряд кавычках, более благосклонно, чем действуем на остальной территории, до военной России, скажем так. Давид, исходя, по крайней мере, из тех видео, которые есть, мы отметаем вариант ракетного удара по мосту? Или пока рано отрицать? Ну, как некоторые эксперты в российском сегменте, в Телеграм-сообщество, они говорят о том, что очень схожи вот те яркие, разлетающиеся, как будто бы мелкие осколки металла, это очень схожи на те взрывы, которые все видели во время ударов хаймарсами по Антоновскому мосту в Запорожье. Ну, и вообще, это приводит людей к размышлениям о том, а не ракетный ли это был удар, возможно, он просто пришелся в ту точку, где находился грузовик. Как кажется вам, эту версию стоит рассматривать? Теоретически, все может быть. Во-первых, весь вопрос в том, действительно ли поставлена уже ракета АТКМС или аналогична, потому что стандартной ракетной до Аймарса до Крымского моста достать невозможно. Теоретически, это может быть, тем более, что всегда можно сказать, что мы видели не все видео, есть еще такие ракурсы. Пока, как минимум, никаких однозначных подтверждений в эту сторону нет. И самое главное, как я сказал, версия грузовика более логична в том плане, что это непосредственная доставка большого количества взрывчатого вещества. Теоретически, можно предположить, что план не был в том, что он привезет взрывчатку и взорвется сам, а в том, что он привезет взрывчатку и по нему нанесут удар ракеты. Но, опять же, не факт, что есть такие ракеты. И это выглядит, как более сложная координация. Если он уже везет взрывчатку, то для чего наносить по нему удары ракеты? Не проще ли включить детонационное устройство? Теоретически, разумеется, ничего исключать нельзя. Но обычно в таких случаях более простые версии, а не более реальные. Пришло сообщение буквально только что из Министерства транспорта Российской Федерации. Утверждается, что первичная оценка инфраструктуры Крымского моста на предмет пропуска поездов уже проведена, работоспособность участка восстановят к 20.00. То есть поезда по мосту снова пойдут уже сегодня. Это важный момент с точки зрения военной логистики РФ на юге Украины, так как в основном военные грузы доставлялись именно железной дорогой. Ну и мы действительно видели на этих видео о том, что безусловно полностью разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста. Вот мы видим, что устояла колонна, точнее устоял базис, фундаменты колонны, сама колонна обрушилась и мы видим, что два пролета этого моста также разрушены. Еще одна ветка, еще одна линия автомобильная устояла. Мы видим, что как минимум по ней, по крайней мере, первые несколько часов проходили люди. Мы видели, что они снимали видео. Ну а железнодорожное полотно, ну вот было масштабное возгорание цистерн, предварительно с топливом, насколько я так вижу по сообщениям в социальных сетях. Ну вот их растянули, ну вот утверждается, что к вечеру возможно восстановят. Посмотрим, как будет. Если оправдаются ожидания о том, что железнодорожное сообщение будет восстановлено, какова специфика? Действительно ли можно утверждать о том, что все основные топливные ресурсы и тяжелое вооружение, оно поставлялось именно по ЖД-магистрали? Насколько это справедливое утверждение? Информация, что мы видим до сих пор, да. Основные военные грузы – это железная дорога. Если оно будет восстановлено, разумеется, это гораздо легче для российской военной логики. Посмотрим, действительно, оно будет восстановлено. Но, кроме прочего, возможно, даже если само движение восстановят, возможно, усилят режим проверок и так далее. Это частично тоже будет задерживать график. Но, в целом, разумеется, если восстановят движение, российской стороны, конечно, гораздо более. Давид, сейчас очень многие в социальных сетях, в телеграм-каналах обсуждают возможный ответ вооруженных сил Российской Федерации, которые… Мы видим, что пропагандистские ресурсы и официальные лица уже напрямую обвиняют Украину в произошедшем, не рассматривают они версии террористической деятельности, возможно, в других группировках, групп внутри самой России. Мы знаем, что время от времени российские чиновники говорили об активности, не знаю, крымских ли татар, либо сил сопротивления в республик Кавказа. Но вот пока все кладется на плечи ответственности Украины, по крайней мере, устами российских пропагандистов, соответственно, можно предположить ответный удар. Есть ли у нас уже определенные базисы, какая-то логика, которую вы помогли бы истолковать, разъяснить, каким может быть этот ответный удар? Потому как мы помним слова Дмитрия Медведева, который говорил о судном дне в случае удара по Крыму. Мы помним о том, что он так загадочно сказал, что пора Киеву понять, что будет целью нашего ответного удара, намекая, возможно, на центр Киева, возможно, на объекты критической инфраструктуры в столице Украины. Есть ли у вас понимание о том, каким может быть и каким будет этот удар? Каким будет, разумеется, это знает только российский руководство. Возможно, оно еще этого и не знает, если нет ничего такого решения. Ну, может быть, минимум, минимальная ступень – это усиление ударов по украинской инфраструктуре. Мы видели после того же Харьковского наступления, была волна ударов по электростанциям. Почему? То есть это как минимум минимальная ступень. Что то, что называется удары по центрам принятия решений, это уже, разумеется, политическое решение. До сих пор такого не было, но, в принципе, теоретически могут и пойти на это. Дополнительная ступень эскалации, но, разумеется, это все вопрос политического решения. Возможности для этого, разумеется, есть. Много ракет для этого не нужно, чтобы нанести удар именно по тому, что называется центром принятия решений. Все зависит лично от пути. Много ракет для этого не нужно, чтобы не было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok